Библейский портал экзегет.ру представляет Седьмая глава книги «Песнь-песни» я читаю для библейского портала «Экзегет» перевод российского библейского общества и пытаюсь его комментировать, но вот седьмую главу совершенно невозможно комментировать. Сами посудите, это гимн любви, который просто описание возлюбленной. Ну и ее ответ. Может быть, седьмая предпоследняя глава, после этих сложных отношений, которые мы видели в предыдущих главах, да, где они то ищут друг друга, то расстаются, то снова встречаются, то она в поисках его мысленно переносится к нему, и вот тут начинается их встреча. Вот хватит уже. Как это прекрасно, когда любимые вместе. Как это прекрасно, когда они рядом. Вернись, вернись, шуламитянка, вернись, вернись, дай нам поглядеть на тебя. А шуламитянка, иногда говорят, суламифь, переводят это как собственное имя, но, скорее всего, шуламитянка – это девушка из определенного селения, которое так и называлось шулем, шунем, тут есть разные варианты написания, а может быть, даже из другого какого-то места, то есть, в общем-то, деревенская девочка, да, всего-навсего. Может быть, суламифь – ее имя, трудно сказать. А кто это ей говорит? Трудно сказать. Вот перевод российского библиотического общества утверждает, что это девушки Иерусалима, что она расстается с ними. Вот предыдущая глава, она особая, она единственная для своего любимого, хотя у него много цариц и наложниц. И вот здесь она покидает своих подруг. Она отвечает, что глядите вы на шуламитянку, как на плесу невстречающих войска. Здесь трудное место, и это один из возможных переводов. И, может быть, это некоторые указания на город Маханаем, который тут тоже. Ну, мало ли, что все это значит. Вот мы не знаем этих вещей. Ну, как у нас там в нашем фольклоре может быть какая-нибудь тоже упомянутая деревня, там, из села из Карачарова, да, которая, в общем, ничего не значит для нас сегодня, но для людей того времени было связано с какими-то ассоциациями. Илья Муромец там из села из Карачарова, да. Вот, и здесь, может быть, тоже что-то такое, чего мы уже не совсем понимаем. Ну, вот переводчики РБО перевели на плесу невстречающих войска, имея в виду пляску после победы. Войско возвращается домой. Она в предыдущей главе у нас сама сравнивается с войском. И воинов встречают девушки. Сегодня называется cheerleaders, да, на английском. И, кажется, на всех языках заимствовали английское слово. Но это очень древний обычай, приветствовать своих бойцов, поддерживать их и благодарить их за их победу плясками. А при чем здесь это, если это действительно то самое? То есть я не для вас это делаю, да, потому что все вот эти вот cheerleaders, все вот эти вот девушки, которые исполняют танцы, встречая войск, они это для окружающих. А мой танец, если это вообще танец, он для другого, для того единственного, кому сейчас будет дано слово. Как прекрасны твои ноги в сандалиях, о знатная дева. Очертания бедер твоих словно кольца, творение ювелира. Твой пупок круглая чаша, пряное вино в ней пусть не иссякнет. Твой живот снопшеницей, лилиями окаймленной. Можно я не буду это комментировать? Мне кажется, это само по себе очень хорошо. Твои грузи, как два олененка, словно двуильня газели. Вот очень многое, да, живое в этом описание. Не все, вот здесь как раз довольно много статики. Обычно они у нас и волосы, и зубы, как животные. Твоя шея, как башня слоновой кости. Твои глаза пруды, что в Хежбоне. Хежбон, это город в Муавии, там действительно были такие большие водохранилища, то есть огромные глубокие глаза. Пруды, что в Хежбоне, у ворот великого города. Твой нос, как ливанская башня, что зорко глядит на Дамаск. Он, тогда любили женщин с большим носом, стройным, красивым, ярким. Твоя голова, что кормил. Кормил, это одна из гор, как раз в Святой Земле находится. А кудри твои, что пурпур. Царь взят в плен их потоками. Здесь он уже как царь, да, и вот кудри, которые бегут по ее плечам, и царь им взят в плен. Мы говорили о том, что это может быть Соломон, это может быть простой пастух, который царь, потому что это его свадьба, потому что его величают как царя. А это может быть аллегорический бог, который действительно взят в плен их потоками. В каком смысле? Пленен твоей красотой человеческая душа, если это толковать аллегорически. Как ты прекрасна, любимая, приятней всех наслаждений. О, твой стан точно пальма, а груди словно спелые грозди. И подумал, я залезу на пальму, ухвачусь за ветви с плодами, и пусть будут твои груди, словно виноградные грозди. Дыхание твое, как запах яблок, твое небо, как ароматное вино. Действительно, я не могу это комментировать, но мне кажется, это и не нуждается в комментарии. Вот описание любви, причем самых таких телесных ее сторон, потому что они прекрасны. И даже если толковать аллегорически, но не было бы, наверное, взято вот это сравнение, вот этот образ для того, чтобы говорить о Боге, если бы он сам по себе не был прекрасен. И она подхватывает, отвечая ему, твое небо, как ароматное вино, что течет прямо к милому. С губ моих алых струясь, я милому принадлежу, я для него желанно. Милый, пойдем в поле. Там, где хна растет, заночуем. Хна одно из растений использовали до недавних пор, для того, чтобы волосы красить рыжим. И действительно оно известное ароматическое и красящее средство. Там, где хна растет, заночуем. На рассвете пойдем в виноградники, посмотрим, лоза распустилась ли, раскрылись ли на ней бутоны и цветут ли гранаты. Кстати, вот постоянный мотив. Они идут в весенний сад, посмотреть, распустилось ли все. А зачем? Ну, это, конечно, предлог уединиться в саду, понятно. Надо как-то объяснить родным и близким, чего это мы в сад пошли. А вот посмотреть, распустились ли там то виноградные лозы, то там гранаты, то еще что-нибудь. Но одновременно ведь сад — это образ человеческой души, человеческой жизни, у нее какие-то радостные моменты. И получается, что вот я посмотрю на свою жизнь, на свою душу, что в ней происходит. Распускается ли то, что будет потом плодоносить? Это невероятно важно понимать, что распускается в твоей душе. Там тебе подарю мои ласки. Мандрагоры благоухают. Это такие плоды, которые часто связывались, кстати, с какими-то любовными свойствами. Якобы они вызывают желание. Там книга Бытия, Рахиль и Лиа спорят по поводу мандрагоров, чтобы вызвать желание своего мужа. Мандрагоры благоухают у наших дверей плоды прекрасные, новые и старые. Это я сберегла для тебя, мой милый. А мандрагоры, конечно, здесь, как и весь сад, это образ чего-то из их отношений. Может быть, даже не нужно догадываться, чего конкретно. Ну и на этом седьмая глава заканчивается. То есть вот он просто гимн любви. Вот просто им вдвоем хорошо, они друг другу принадлежат, они, наконец, вместе. И можно было бы закончить. Но есть еще восьмая глава. Она какое-то послесловие ко всему этому. Ведь свадьбой все заканчивается только в сказке. В жизни с нее все обычно начинается. Вот и будет восьмая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok